Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева отправились с официальным визитом в Литву. Наш специальный корреспондент Ильмира Мусазаде следит за ходом визита. Сейчас она с нами на связи из Вильнюса. Ильмира, здравствуйте. Здравствуйте. Ильмира, расскажите, пожалуйста, нам подробнее о целях визита в Литву. Да, цели пока что неизвестны в целом, как и повестка этой встречи. Однако уже можно сказать о том, что прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев с государственным визитом в Литву по приглашению своего литовского коллеги. Они встречались в феврале текущего года в рамках Давосского экономического форума. И тогда в том числе отметили, что такие взаимные, динамичные двусторонние контакты поспособствуют дальнейшему углублению отношений между Баку и Вильнюсом. И здесь действительно есть о чем поговорить, ведь дипломатические отношения были установлены еще в 1995 году между двумя странами. Но при этом именно Литва, Литовская республика, одна из первых признала независимость Азербайджана. И говоря про это, здесь нужно обязательно отметить, что для Литвы вопросы независимости, в целом это вопросы очень важные, очень чувствительные для всего общества. Помимо этого, говоря про такие тесные связи, которые связывают Азербайджан и Литву, здесь нужно отметить, что действительно помимо, несмотря на такую, казалось бы, большую географическую разницу и большое географическое расстояние между двумя странами, очень многие представители польских и литовских татар принимали непосредственное участие при создании развития Азербайджанской демократической республики. И здесь вот очень интересно, что одним из первых консулов Азербайджана в Литве был Винцлас Креви. Он в 1919 году находился здесь, в Литве, и очень интересно, что его именем названа одна из аудиторий в Азербайджанском экономическом университете. Про это в том числе и говорил президент Литвы, когда он находился с визитом в Азербайджане. Это было год назад, и действительно вот тогда отмечались большие широкие связи между двумя странами. Ну вот и продолжая действительно тему про видных политических общественных деятелей татарского происхождения, выходцев из литовских татар, то здесь вот нужно сказать, что Магомед Сулькевич был одним из тех, кто принимал непосредственное участие в действительно политической жизни АДР. И, к сожалению, он был репрессирован, затем расстрелян, и вот известно, что одними из последних его слов стало то, что он действительно счастлив, что ему удалось сражаться и погибнуть как солдату мусульманской армии. Помимо этого, здесь можно сказать про братьев Кричинских, которые сыграли также большую роль в общественной жизни АДР. Ну и много таких действительно примеров, которые на чисто человеческом, национальном уровне объединяют друг друга. И здесь вот нужно сказать, что эти традиции, они продолжаются и сегодня. Азербайджан и Литва имеют много точек соприкосновения, хотя, опять же, казалось бы, что страны расположены достаточно далеко друг от друга. Но здесь нужно подчеркнуть такие довольно тесные контакты, которые имеются у лидеров двух государств, которые, безусловно, в том числе основаны и на национальных интересах. Азербайджан и Литва — это стратегические партнеры, они обсуждают различные спектры двусторонних отношений, в том числе политическую, экономическую, общественную, гуманитарную. И здесь вот нужно подчеркнуть, что такие встречи, такие визиты, они как раз-таки углубляют вот такое соприкосновение и тесное сотрудничество, которое можно сегодня наблюдать между двумя странами. И говоря про экономику, здесь нужно отметить, что по показателю номинального ВВП, к примеру, Литва находится на первом месте среди Прибалтийских республик. И это действительно высокий показатель, ведь после обретения независимости в 90-х годах еще Литва действительно испытывала финансовые трудности. Однако вот здесь вот нужно подчеркнуть такой вот интересный факт, занимательный, что в Литве баскетбол, он находится на первом месте. Это действительно, как признавались нам, в том числе некоторые литовцы, это, можно сказать, здесь вторая религия. Здесь очень с большим уважением, с большой любовью относятся к баскетболу. И если в первые годы обретения независимости в Литве не было возможностей, в том числе финансовых, развивать эту область, то вот, к примеру, один из первых турниров в 92-м году по баскетболу в рамках Олимпиады, которая проходила в Барселоне, деньги на то, чтобы отправить сборную туда, собирали буквально всей страной, собирали по доллару и все-таки добились желаемого. И сегодня Литва закрепила за собой статус такой поистине баскетбольной державы, если можно так сказать. И вот это показатель того, как страна медленно, но верно идет своим курсом и развивает те отрасли, те области, которые для нее важны. И здесь вот нужно сказать, что экономическое состояние, показатель Литвы, он достаточно высокий в последние годы. И, безусловно, здесь огромную роль и внимание уделяют развитию именно технологиям, развитию IT. Это сейчас находится на одном из приоритетных мест для правительства государства. И, к слову говоря, именно по этой сфере, как и ожидается, стороны также Азербайджана и Литва могут иметь определенные контакты и сотрудничество. Здесь имеется прекрасная возможность, площадка для таких стартапов, которые затем могут сыграть важную роль, в том числе в экономической составляющей этого государства. Ну и, конечно, для Азербайджана это тоже важно. Нужно отметить несколько бизнес-форумов, которые проходили между двумя государствами, где отмечалось, что стороны могут взаимодействовать, в том числе по этому сектору. Помимо этого финансовый и аграрный сектор представляют большой интерес для предпринимателей, для инвесторов двух стран. И Литва сейчас находится на том этапе развития, когда она ищет инвесторов для своих стартапов. Возможно, это будет интересно в том числе и Азербайджану. Здесь вот нужно подчеркнуть, что, говоря про такое взаимодействие, нужно отметить, что развитие Литвы произошло как раз-таки со вступлением в Европейский Союз. Это то, к чему республика стремилась и то, чего она так отчаянно действительно хотела. И, конечно, это не могло не отразиться на ее экономической жизни. И Литва одна из тех стран, которые выступают за активное сотрудничество Европейского Союза с Азербайджаном, в том числе и в рамках Восточного партнерства, в том числе и выступают за скорейшее ратифицирование всеобъемлющего соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом. И, конечно, это также, как ожидается, может стать одной из важных тем для переговоров между официальными лицами, которые, как мы ожидаем, пройдут уже завтра. Но вот здесь нужно сказать, что, говоря про политическую составляющую, к примеру, Литва это та страна, которая традиционно поддерживала Азербайджан в его справедливой позиции, признавала всегда территориальную целостность Азербайджана, и Литва, безусловно, всегда интересовалась состоянием дел в Южном Кавказе, положением дел и развитием региона в целом. Здесь, конечно, вот этот постконфликтный период может существенно заинтересовать, в том числе, Литву и предпринимателей отсюда, в которых, в том числе, заинтересован и, безусловно, Азербайджан. Ну вот, в целом, говоря про такое двустороннее сотрудничество, можно сказать, что контакты имеются на различных уровнях. Это вот контакты, которые в рамках текущего визита ожидаются на самом высоком уровне. Это четвертый визит президента Азербайджана в Литву. И, конечно, ожидания от него существенны, учитывая ту политику, которую сейчас проводит Азербайджан по наращиванию взаимодействия со странами Балтийского региона. И, в том числе, здесь вот нужно отметить очень важную роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европы. И, конечно, страны Балтии заинтересованы в том, чтобы Азербайджан продолжал играть такую важную и стабилизирующую роль именно надежного партнера для региона. Об этом говорил, в том числе, и президент Литвы, когда он находился с визитом в Азербайджане в прошлом году, отмечая, что Европа в прошлом году столкнулась с непростыми временами, с определенными сложностями зимой. И, конечно, действительно, газ из Азербайджана, который сегодня получают уже некоторые европейские страны, и запрос, на который отправили свыше 10 стран, может сыграть важную роль в деле обеспечения такой энергобезопасности европейского континента. И Азербайджан неоднократно подчеркивал, что меняет энергетическую карту мира. Мы сейчас это видим вживую, в реальности. И, безусловно, эти контакты, которые проходят на самом высшем уровне, помогают еще больше углублять такое сотрудничество. Спасибо большое, Эльмира, за подробный анализ Азербайджана-Литовских связей. Телеканал CBC продолжит следить за официальным визитом президента Азербайджана в Литву. На связи со студией из Вильнюса была специальный корреспондент CBC Эльмира Мусазадея. Продолжение следует...